Теперь мы с вами подошли к моменту содержания. Когда мы говорим о содержании, договорах о купле-продаже недвижимости, что мы в содержании должны с вами выделить в первую очередь? Условия. Существенные условия, конечно. То, чем я вас мучаю на протяжении уже длительного времени. Итак, как вы полагаете, существенными условиями договора о купле-продаже недвижимости будут какие условия? Какие условия? Дайте. Существенные условия будут предметы, цена, предметы. Предметы, цена? Предметы, земельные участки, участки недор, цена или существенные условия. То есть она должна быть прямо на договор, иначе она считается заключенным. То есть под угрозой его... Анастасия? Анастасия? А, если вы говорите, цена и форма. Не знаю, что это условия. Форма. Ну, если мы говорим строго по классификации, форма, она особняком стоит от условий. Анастасия, да, это, скажем так, существенное условие, которое выделяет законодатель в регулировании требований больше, да? Больше так, вот. А мы сейчас говорим о тех условиях, которые уже внутри, внутри формы, внутри вот этого договора. Ну, это, конечно, это обязательное требование, безусловно, да, которое под угрозой недействительности, да, договора. Так, ну хорошо, Денис сказал, давайте остановимся пока на предмете и стоимости, и цене. Значит, предмет, какой предмет? Что является предметом? Индивидуально определенная вещь. То есть, индивидуально определенная вещь. А что значит индивидуально определенная? Кто сможет раскрыть понятие, что значит индивидуально определенная? Как мы будем определять индивидуализирующие признаки? Да, Михаил? Значит, нам вот это признаки, которые присущи только ей одной. Значит, это вещь индивидуально определенная, а не... Это не вещь определенная, которая признаки, а индивидуально определенная вещь. Она имеет какие-то особенности, которые мы можем как период обозначить. Касательно земельного участка, я думаю, что это географические координаты, но адрес. Адрес места выхожжения, да? Но вы же не проходили еще земельное скандинство, да? Значит, для земельных участков важен исход. Ну, направление ветра абсолютно правильное. Да, нужно указать индивидуализирующие признаки объекта, только его, только конкретные эти признаки. И если речь идет о земельных участках, то вы слышали такое понятие «кадастровый учет» земельных участков. У нас в обороте, в гражданском обороте, могут участвовать только те земельные участки, которые прошли, значит, соответственно, они, которые поставлены на кадастровый учет, которым присвоен кадастровый номер. То есть самым индивидуализирующим признаком земельного участка будет кадастровый номер, который уникален, который у земельного участка свой. Да, как правило, указывается и адрес местонахождения, и кадастровый номер. Но без кадастрового номера земельный участок не может участвовать в гражданском обороте. Переходим ко второму моменту, к стоимости. К стоимости. Является ли это существенным, если не согласована стоимость, могут ли применяться нормы из первой части ДК в исполнении договора по цене рыночной? Как вы полагаете? Или в этом случае не может, и если не может, то какие последствия? Давайте. Статия 555 говорит о цена при обороте продажной недвижимости. Говорит о том, что цена является существенным условием, и согласование стоимости недвижимого преимущества является основанием того, что договор будет считаться незаключенным. И при этом правило определения цены, предусмотренным пунктом 3 статьи 424, о котором мы сейчас сказали, в этом положении, не применяется. То есть здесь двойная сплошная, да? Да. Да? Понимаем очень? Ну, да. Яна, например, не применяется. Ну, тут один раз сказали, да, и второй раз еще раз подчеркнули, да. Ну, это, мне кажется, строго императивная норма, которая обязывает стороны при заключении договора указывать стоимость недвижимого имущества, и при этом говорить, что если они не укажут, во-первых, договор будет считаться незаключенным, а во-вторых, они не могут ссылаться на положение общей части договора и не могут определить цену иным способом. Отлично. Все верно. И закончили хорошо иным способом.